Радио Сангейтс 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 знают, любят, говорят правду, по себе знаю, то есть уже был экспириенс, был опыт. Скажите, пожалуйста, вот вы были на каком-то классном семинаре таком, правильном, для настоящих пацанов. Что это? Да, это в Питере регулярно проходит такое мероприятие, фестиваль Таро. Это вот уже был шестой раз, фестиваль практиков Таро, и там Тарологи съехали со всей страны, даже из других стран, то есть он получил статус международный, но они там делились опытом, показывали свои мастер-классы. Или парни? И девушки, и дяденьки, и тетеньки, и бабушки, и дедушки, кого там только не было. Вот детей только не было, к счастью. Никто не бегал, не орал. А так все было хорошо. Ну, знаете, девиз Макдональдса, приходите в все семьи, только не берите детей. А почему? Почему? Ну, это шутка, это в каком-то романе Асприна. Роберт Асплин, такой фантастик, если там, у него смешные девизы есть, вот, девиз Макдональдса. Приходите все в семье, только не берите детей. Да. Короче, детей туда не взяли. Детей не взяли. Все остальные были, да, и симпатичные девушки были, и бабушки такие, сурового вида были, люди из Владивостока, и из Бреста, и из Швеции, и из... откуда их только не было. Все приезжали. Ну, больше ста человек, только выступающих было, 24, и это отобранные были. То есть, это не просто, вот что, я захотел выступить, все, ну, давай, Серега, выступай. Нет, там был конкурс, там люди присылали тезисы своих докладов, и смотрели, чтобы доклады соответствовали уровню конференции, потому что, чтобы никто попал с улицы, там не пришел, как вы сказали, из подворотни вылет. А я вам сейчас расскажу, я тут в подворотне пару карт нашел, сейчас я вам расскажу. Нарисовал. Гвоздем, гвоздем вышел, по-моему. На железяке, на какой-то, на картонке, да. Ну, вот обычно, обычно такое, кстати, вот, который с подворотни вылазит с картонкой, вот он самый правильный обычно, то есть, он обычно видит. У меня, знаете, был случай такой, когда бомж какой-то стоял в подворотне, играл на флейте. Я проходил, он сказал, э, ты туда не ходи, да, сюда ходи, и там вот проблема у тебя будет. И реально меня пытались ограбить. Я так подумал, может, он наводчик. Он просто знал. Ну, он просто знал. То есть, иногда, он в курсе, что в рекаме работает. Да, закралась такая мысль. Но, если вы лежите к теме, значит, а вы выступали, да, конечно же. Я выступал, выступал, вот у меня, я смотрю в программу, да, методика многослойного изучения, преподавания смысла и значения карты, например, десятки позов. У меня был доклад такой, я показывал, как вот, ну, вы знаете, огромное количество книг есть для начинающих. В какой-то момент я уже устал их читать. Помните, может быть, было два сериала, очень хорошие сериалы, это и литературные, и фильмы были сняты по ним, про морского офицера Хорнблауэра и про стрелка Шарпа. Так. Вот Хорнблауэра написал в 50-60-х годах Сесил Фрестер, писатель такой. А Бернард Корнуэлл очень любил читать про этого Хорнблауэра. И когда он все романы прочитал, думал, а дальше, а что дальше? И нету дальше. И ему пришлось сериал про королевского стрелка Шарпа писать самому, потому что, извините, и вот я оказался в такой же ситуации. Книг для начинающих бесконечное количество. Есть хорошие, есть плохие, неважно, их много. А дальше, вот я выучил для начинающих, я три прочел, пять прочел, я хочу развиваться дальше, хочу дальше учить. И что же вы сделали? Как вы вышли из ситуации? Учебника для продвинутых нет. Я стал писать его сам. Я разработал методику, концепцию обучения, я ввел такие очень интересные понятия, как семантическое ядро карты, семантическое поле карты. И вот я показывал на фестивале, как из ядра, ну, три слова, мы буквально выучили, три слова, это семантическое ядро. Тут, конечно, вопрос, как их отобрать, как их там сделать, как научиться комбинировать. Вот три слова, да? Как вы считаете, вообще это много для карты или мало? Я что много. Три слова. Просто вот три разных слова. Да нормально. То есть, если, а вам, походу, вообще инструмент не нужен, у вас, походу, вообще можно карты отбирать. Вы и так уже все в курсе всей темы. Понимаете, опять же, это как закон относительности. Один волос на голове, это много или мало? А в супе? Понимаете, смотря для кого? Вот что момент. Иногда, иногда говорят, что нет, это очень мало, это мало значений, мало слов. Но вот у нас две карты, мы берем две карты, три значения в одной, три во второй. Это получается матрица на девять словосочетаний, девять комбинаций, девять комбинаций. А это уже много. Две карты, три карты, двадцать семь комбинаций. Да. Ты хоть этим научись работать, уже тогда дальше пойдешь. Но когда ты этим научился работать, мы уже идем дальше. Мы вычленяем идею карты. Из идеи карты мы вычленяем семантическое поле, как идея начинает наполняться смыслами. И у нас вот эта плоская карта, она растет, она приобретает объем, она приобретает грани, глубину, ну и так далее. Ну и вот, когда ты знаешь этот механизм, потом учить карту, конечно, делается намного легче. Ты понимаешь, как вот каждый слой, каждый уровень, который ты изучаешь карты, он дает тебе больше понимания ее в раскладе, возможности истолковать ее клиенту, возможности нахождения метафор, ассоциаций, ну и всего остального, что с этой картой связано. Вопрос. Как вы настраиваетесь на карты? То есть это же не просто так, вы схватили и погнали. Да, именно так. Это выглядит именно так. Я сплю. Звонок по телефону. Серега! Давай быстрее, давай, хватай карты, у нас тут беда. Что, как, мы выживем или нет? Я достаю там карты. С широких штанин. Все нормально будет. С ценного груза, да. Такие колоды разбросаны по всей комнате. У меня, конечно, есть любимая, которую я таскаю с собой. Я даже вот сейчас покажу где-то, где все. Вот она. Вот у меня есть такой чудесный кошелечек. Вау! Одна колода, да. Одна колода Уэйта, ну, классика, то есть, куда там девать. А одна моя любимая, магическая таро Фредерико Лионелло, редчайшая колода. И вот они прекрасно, прекрасно, вот видите, одну я уже положил. Да, вот вторую сюда вкладываю. Это ваша лопата, короче, ваш инструмент, который вы зарабатываете на жизнь, грубо говоря. Ну, сейчас уже в меньшей степени, сейчас я больше сосредоточен на преподавании, на преподавании. Все, положил и пошел. То есть, вот, вот мой, все, все, что нужно. Замечательно. И вот я никак не настраиваюсь, то есть, я не делаю никаких там сложных ритуалов. Я как смотрел, ааа, это вообще удивительно. То есть, удивительно там, давайте зажжем свечечку, потом давайте мы сделаем то, давайте мы сделаем это. А потом, значит, тоже мне так понравилось одного автора, я, оказывается, вот 20 лет занимаюсь и не знал этого, да, вот мы потасовали колоды, и теперь надо снять. Вот, когда мы снимаем вперед, это мы типа на Вселенную снимаем, да, а когда на Семя, это мы от Вселенной принимаем к себе. Что за бред? Понимаете? Извините, то есть, я, конечно, то есть, я не знаю представление, то есть, о том, о чем мы говорим, это понятно, у меня тоже есть там пару колод карт, я даже там одну начал рисовать, но дело не в этом, то есть, я уровень так обозначаю, что я немножко, ну, чуть-чуть в этом разбираюсь, просто немножко, но вот то, что вы сейчас сказали, мне кажется, мне кажется, это... он нам серьезно рассказывает, обучает. У меня... Ну, сразу выгоняетесь в семинар, до свидания. Нет, это не на семинаре. Слава Богу. Да, нет, там такое... Не, ну, это же бред. Ко мне однажды пришел профессиональный картежник, он вот только карты взял, у него чук-чук-чук, они летают в руке, да, он потасовал и вот таким классическим жестом кладет ее на стол. Хлоп, типа, сбей, я говорю, верю, он, ой, ой, извини. Верю, да? Да, ну, знаете, с бедом. Да, 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 верю. А потом он смотрит, как я вынимаю карту, он вынимает карту и говорит, Серега, если бы я знал, что надо вынуть, я бы все вынул. Но я, говорит, не знаю, что надо вытягивать. Ты скажи, что вытянуть надо. Да, я вытяну. Да, 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 нормально. Это удивительное было. А вот представьте, представьте себе, на секундочку, вот такой красавец берет колоду, да, и раздает правильным кредитам правильные карты. И это магия уже. Это мусульман, гадание, это уже магия. Если я вложу туда достаточное количество энергии, то будет работать расклад, который я вот так выложу. То есть, не когда я вот так карты вынимаю, в темной, да, а когда я на них смотрю, я говорю, вот тебе вот это, вот тебе вот эта карта, вот будет так, и это будет магия. Нет, а оно так бывает вообще, так оно работает? Да, работает. Просто это тяжело. А у меня есть идея. Я, сейчас, некоторые террологи так гадают. Он, у меня ученик был, Коля, он говорит, я так устаю. Коля, ну покажи мне, потому я не понимаю, что там ты устаешь. Он когда начал гадать, я говорю, Коля, так ты же не гадаешь, ты же программируешь, ты же цементируешь это вот дело, бетонируешь там, железная опару. Это реально серьезная работа. Энергетически. если бы что-то хорошее давал человеку, он же был пессимистом внутри себя, он же был настроен на то, что все разрушится, все погибнет, все будет уничтожено, и так далее. И он это, я говорю, Коля, меняй свое мировоззрение, так нельзя с людьми работать, мы станем сейчас с тобой вдвоем, это будет скучно. Сережа, у меня есть к вам предложение, корыстное, а давайте... Поговорим отказаться, да. Корыстное, да, от которого, к сожалению, не можете отказаться. Таковы, знаете, у нас в Белоруссии перевели мультик Капитан Врунгель на белорусский язык, я никогда не забуду фразу, таковы условия ргаты. Очень классно. Или, зараз мы пропонуем гурт Гансонс Роузес, еще тот же момент, то есть это в куски. Так вот, что я хотел сказать, а давайте вот таким вот методом попробуем мне запрограммировать очень удачный шоу-бизнес с моими песнями. Потому что на днях несколько продюсеров крутых посмотрят. Мы не с этого должны начать. Окей, а с чего? Мы должны начать с самого первого, а правда на логическое вмешательство или нет. Хорошо, окей, да. Вы знаете эти истории, когда человек получает подарок Фей, а потом оказывается, что он заплатил за него там своим ребенком, или здоровьем, или еще чем-нибудь. Вы правы. Сначала расклад. Это, конечно. Сначала глянуть. Это очень опасное мероприятие. Поэтому сперва нужно понять, можем мы это делать или нет. Во-вторых, то есть чисто технически, мы можем это сделать или нет. Да, можем, к примеру. Да, хорошо. Сколько это будет стоить, потому что любое магическое действие имеет цену. Пока мы о стоимости даже не говорим. Второй этап. Насколько мы нарушаем баланс. То есть сейчас же ситуация как-то сбалансирована. Вот чаша весов. Вот она качнулась. А потом накачнулась в эту сторону, а здесь ваша голова. И вот, ай, ой, я так не хотел, да? Или мы это делаем плавно и мягко, или мы это делаем вот так, что оно просто там рвет всю систему мироздания. И вот здесь уже ваш профессионализм. И вот тут вы уже блеснете тем, что другие не умеют. Потому что для этого надо быть магом. I'm sorry. Не просто читать карты, а быть магом. Здесь работают другие вещи. Плавно? Я не могу сказать, что они не умеют. То есть магов-то много, не я один. Это понятно. Вот хороших мало. Настоящих буйных мало. Вот и нет вожаков. И вот я выбираю карты для вас, чтобы посмотреть, можно ли сделать маги. Мы сейчас смотрим. Чисто техническую возможность. Не имеет ли это смысл? А можем ли мы вообще в принципе это сделать? Как это интересно. Вот то, что вы сейчас делаете, это магия в прямом эфире называется. Таких роликов... Пока гадание. А гадание что, не часть магии, что ли? Конечно. Нет. Гадание это само по себе. Окей. Я сейчас назову карты и скажу вам, чем разница между магией и гаданием. Так. У нас Солнце, у нас мир, у нас карта Страшный суд, у нас карта Влюбленные и у нас карта Луна. Отложим пока на секунду и скажем, в чем разница между магией и гаданием. С точки зрения магии, все события, им только предстоит произойти. Так. Любое, не важно. Прошлое, настоящее, будущее, им только предстоит произойти. С точки зрения гадания, все события уже произошли. А как вы это состыковываете? Я получаю информацию о том, что произошло. То есть я смотрю, вот вы говорите там, получится ли у меня встретиться с девушкой. Для карт, с точки зрения гадания, это событие произошло. Поэтому я могу получить о нем информацию. А магия, я создаю новую реальность. А вот объясните мне, вот этот момент. Как же... И я сейчас смотрю, могу ли я создать такую реальность, которая отвечает нашим представлениям. Сделать хотел грозу, получил козу. Нормально. С розовой полосой. Реальность создал, только она была не совсем такая, как он хотел изначально планировал. Да. Значит, технически, ну, глядя на эти карты, технически мы это сделать можем. То есть это будет не очень легко, но и не так, чтобы запредельно сложно. Вот там страшный суд, карта, да? То есть в данном случае она в положительном аспекте, правильно у нас? В данном случае она просто указывает на длинное время, что это не должна быть резкая, быстрая магия, это должна быть эволюция, мягкая, плавная, постепенное нарастание. То есть, вот я недавно читал, как надо ходить зимой. Ну, я так думаю, что у вас там не очень холодно. Вы знаете, в Чикаго очень. Чикаго называется город ветров. Если вы будете вот в самом городе идти, знаете, минус 30, минус 40. Я в дубленке, когда выхожу, меня насквозь так раз, и я понимаю, что такое Северный полюс. Я понял. Значит, когда вам очень холодно, вы не должны идти быстро. Вы должны идти очень медленно, чтобы не вспотеть, и вас не проскользило. 20-я карта, в этом случае вот такая. Никаких резких движений, никаких рывков. Медленно, плавно, постепенно. Когда я занимался рукопашкой, мне тренинг говорили, не надо быстро, сделай медленно и красиво. Медленно и красиво. То есть, да, мы можем это сделать. Но сейчас мы наблюдаем, как маэстро работает. Мне всегда очень приятно смотреть, как человек, который преисполнен силой, а я вижу, ну, уже за 20 лет практики я уже научился распознавать, кто есть кто. То есть, когда я вижу сильного человека, успешного в себе, уверенного в себе и успешного, когда я вижу, как он работает, то есть, я сам наполняюсь силой. То есть, меня это влияет, и я как бы, я чувствую. То есть, Сережа, я получаю удовольствие от наших передач, реально. В прошлом году возобновил занятия спортом и выжал соточку, лежа. Вот так. Так что, да, я сильный. Вопросов нет. У меня, знаете, у меня была такая одна ситуация, я к одной бабушке съездил когда-то, давным-давно, и я только запускал проект один, и бабушка мне сказала, вот у тебя-то много песенок ты сделал, а знаешь, говорит, пойдет только одна. Ты хочешь, говорит, чтобы одна пошла, и очень резкая, и ты с ней был очень популярен, или ты хочешь, чтобы раскрутился весь альбом, и типа, ты всегда получал, но это будет долго, то есть, типа, ты можешь вот долго идти, и ты станешь как таповым артистом. А могу сделать сразу, типа, ты же, говорит, мне не веришь, а я приехал такой, нигилист, да, и ты по топору сзади. Он говорит, ну ты мне не веришь, у тебя, говорит, есть песня, говорит, про каких-то там насекомых, у меня действительно есть песня, хит про тараканы, если вот ввести в YouTube, популярная, хочешь сразу завтра? Я говорю, хочу. Я так посмеялся, бабушка там что-то пошептала, подделала, ну все, говорит, садок, домой есть, приезжаю домой, а на утро нечаянно телеканал, один из белорусских, тогда кабельных телеканалов, начал крутить, я уж не помню, что произошло, начал крутить, у меня целый клип был, начал крутить эту песню, все радиостанции тут же услышали эту песню, взяли ее в эфир, короче, через, то есть, я на следующий день практически проснулся звездой, то есть, весь город, эта песня торчала, мы говорим о Минске, это большой город, торчала из каждого утюга, и я встаю такой, и у меня там телефон разрывается, там все вообще, вот, но одна песня, как я и попросил, то есть, ну я-то бабушку решил проверить, а потом, когда я к ней приехал, она уже умерла, надо было просить сразу, то есть, медленно, но много, а я решил быстро, то есть, мне же было по приколу, я хотел посмотреть, как это работает, посмотрел, вот, поэтому теперь... Четыре дорогого, есть сверчок? Там, там, без сверчка. Без сверчка, да? Да. Тогда не нашел. Тараканы в голове потиху размножаются, то есть, там есть, Владимир Гершанов, тараканы. Гершанов, тараканы. Мне надо имя, фамилию и тараканы. И там есть видео. Так, хорошо, ну, а вот, да, есть. Есть, да, есть. У меня, у меня снят видеоролик, и дорогой клип, там, 50 тысяч, когда-то заплатили мои спонсоры за видеоклип, снимали там реальные, серьезные клипмейкеры, на тот момент, Гусев, Осачи, то есть, мы сняли очень хорошее, дорогое видео на пленку, на там, на этот, на восьмерку, на пленку, все очень четко. Зимой снимали, не работал парк, включили, дали денег, включили парк имени Горького, зимой. Посадили меня на карусели, и карусели меня при жутком морозе, то есть, я вот такой вот, я должен был лето изображать, и девочки такие же рядом, то есть, вот такие, типа, лето, там чуть ли не снег идет, она на этих каруселях, а все уплочено, то есть, надо делать. В общем, да, но, я своих денег заработал, конечно, с этого и популярности, и до сих пор, эта песня приносит мне каждый месяц с авторскими деньгами достаточное количество. То есть, знаете, в жизни очень важно написать одну правильную песню, вот, но это не все, то есть, у меня еще появились правильные песни, и, ну, для того, чтобы их реализовать, на том уровне, на котором я хочу это сделать, я хочу резко ворваться на российскую эстраду, вот, это будет, это очень серьезно, жизнь поменять придется, то есть, я выбором. Второй этап. Да. Мы посмотрели, что мы можем это сделать, теперь мы смотрим, целесообразно ли это делать. Вот. Как лучше? Три карты без магии, я их кладу вот сюда, естественным путем, и три карты с магией. С магией у нас получается звезда, сила и колесо фортуны. Ох, ох, это просто надо татуировку такую себе сделать на руке. Без магии луна, повешены и императрица. Повешены в каком? Перевернутой или в нормальной? А я не рассматриваю перевернутой. А, я понял, все хорошо. Да, вот у нас получаются три набора карт, вернее, два набора карт, по три карты. Ну что ж, с магией чуть лучше получается. Можно будет сэкономить время. Не сильно, но это произойдет чуть быстрее, чуть ровнее, чуть с меньшими затратами, нагрузками и так далее. Но вот здесь шоу заканчивается. То есть дальше, если вы действительно это хотите, тогда дальше я должен садиться, мы с вами должны на Сенате обсуждать, ставить задачу, четко понимать, что именно мы хотим, какую задачу мы ставим, искать метод работы, способ работы и так далее. Вот, проверять каждый пункт, проверять каждый шаг. Вот мы делаем вот так, это будет хорошо, вот мы сделали вот так, мы все учли, вот мы сделали вот так, какие будут последствия, там, близкие, далекие и так далее. Не так, что, а, давай, вали кулем, а после разберем. Это, конечно, можно и так работать, не вопрос. Понятно. Значит, карте нам сказали, что, в принципе, задуманное сбудется по-любому, получается, да, у нас? Да, если сделать магию, то это будет чуть быстрее. Если нет, то это будет, ну, в смысле, естественно, это будет тяжело, сложно. Если же сделать магию, то можно немножечко ускорить этот процесс. Немножечко, не в два раза, не в три раза, ну, скажем так, процентов 20 выиграть. Да, то есть, а имеет ли смысл, потому что все же... Вот это да, вот это такой тоже вопрос, вот, насколько это критично. То есть, если это, скажем, ну, год, 20 процентов, это, ну, пусть два месяца, может два с половиной месяца. Это имеет смысл тогда? Да, это не критичная ситуация. Это могло бы иметь, вы знаете, у меня однажды товарищ пришел, он говорит, я хочу сделать магию, чтобы я выиграл суд. Я разложил ему карты, хозяйственное дело, там, две фирмы судятся за кусок земли. Разложил ему карты, говорю, вы знаете, ну, оно повлияет, ну, и влияние настолько незначительное, ну, я бы больше, чем пять процентов не оценил бы это влияние. Он посидел, говорит, вы знаете, я закажу. Я говорю, ну, я сделаю, конечно, но, объясните мне, зачем, то есть, такая маленькая, это самое, говорит, я буду знать, что я сделал все, что мог. Ну, как вариант. То есть, да, вы меня предупредили, что может не получиться, что там всякие разные нюансы и так далее, я знаю, что я сделал все, что мог, то есть, все, что мог бросить на чашу весов, я бросил. Получилось? Хорошо. Не получилось? По крайней мере, я не скажу себе, что, а вот был шанс, а ты его не реализовал. Ну, он выиграл. Да, а вот еще вопрос, ну, потому что ваша магия работает, понятно, это же видно. У меня к вам еще вопрос. Давайте разложим карты по поводу того, суждено ли мне еще раз, вот точно так, конкретнее, да, еще глубже копнем, суждено ли мне еще раз забраться на Олимп вот этой вот славы, лизнуть ли мне еще этой пенки разок? Потому что уже и были и кремлевские залы съездов, и московские цирки, и гастроли по всей России, и Германии, и все это было. Вот, причем в разных составах, в разных группах. Меня интересует, стоит ли мне вообще напрягаться? Что карты думают по этому поводу? У меня много путей, куда я могу пойти и быть успешным, мне так кажется. А хочу теперь узнать, что на самом деле. Что я должен сказать? Я хорошо вижу на год. То есть, я не буду говорить 5 лет или там 10 лет. Я хорошо вижу на год. Все. Год. Император, правосудие, маг, луна и шут. Так. Карты хорошие. В конце шут, он тоже, он не вредный, то есть, он просто как бы, ну, извините. У меня было такое, когда я вот так начинаю, человек, я ему делаю вот так. Говорю, брат, я выйду, чтобы тебе не мешать. Извините. я же начинающий, я пионер, а вы гуру. То есть, извините. Да, я вас слушаю. Шут в этой ситуации это артист. Да, 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 да. То есть, это не дурачок. Это моя карта, да. это вот как раз ваша карта. Значит, у нас есть три положения. Первое, дорога закрыта. Все, то есть, даже не рыпайся, это все бесполезно. Второе положение, тебя подхватывает волна и несет просто наверх, все, не вопрос. У вас нет двух этих положений. То есть, нет, вот этого подхватило и понесло, но нет, это очень важно, нет закрытой дороги. Карты, сами по себе хорошие, они не обещают там мгновенный успех, они не говорят, что у тебя все получится, не переживай, но они не говорят, что у тебя ничего не получится, это все бесполезно делать. Сомнительно, что такой колоссальный успех будет в течение года. Но нет такого, что вообще этим не занимайся, это бесполезно и бессмысленно. Может быть, это сработает через полтора года, через год и три месяца, через два года, но движение в этом направлении разумно. И здесь есть очень важная карта, это карта Луны. Какие-то вещи нам неизвестны, что-то может поменяться, могут поменяться ваши планы, могут поменяться мода, может поменяться, что угодно может поменяться. Есть нечто закрытое, вот как покрывало наброшено, как туман, и вот в этот туман мы сейчас не можем заглянуть. нет ощущения угрозы оттуда, нет опасности, нет такого, что там сидит чудич, который только и норовит цепиться тебе в пятку или даже в кадык. То есть, я рассматриваю, как ситуацию неопределенности. Это может быть еще и указание на то, что вы внутри себя не решили до конца. сомнения какие-то, может быть опасения, может быть, ну вот, не так, что уже готов человек прыгнуть в воду и грести там, как Чапаев на Урале. Вот, чуть-чуть какое-то внутреннее опаска может, ну непонятно. Ну то есть, все остальные карты хорошие, все остальные карты говорят, что все, путь открыт. Есть Луна, которая вносит вот элемент неопределенности, в эту ситуацию.